Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вопрос, который губернатор адресовал главе Архангельска Дмитрию Мореву, волнует всех без исключения жителей поселка Гидролизного завода. Вот уже почти месяц. Там нету вообще и не было никогда дренажно-ливневой канализации. В этом году проблема стала острее, потому что достаточно было много снега и большое количество талых вод, которые туда поступают в канализацию и смешиваются с канализацией. По информации городской администрации, откачкой воды на подтопленных территориях в ежедневном режиме занимаются РВК Архангельска и МУП «Городское благоустройство». Дополнительно станция доукомплектована еще одним насосом для повышения мощности. Осушено уже 80% территории, что, конечно, не снимает остроты проблемы. Какие меры в будущем можно принять, чтобы этого не допускать? В перспективе там канализация обслуживается частной организацией. Они тянут еще дополнительно вторую трубу канализационную. В этом году, по-моему, у них завершение работ. Соответственно, будет еще резервная такая труба, которая позволит впоследствии, скажем так, минимизировать эту проблему. По словам Дмитрия Морева, сейчас важно провести откачку воды у четырех-пяти деревянных домов, которые находятся в низине. На участке работают и лососы. После этого начнется прочистка канализационной системы. Помочь с решением проблемы в перспективе может и дорожный ремонт. В поселке гидролизного завода пройдут работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В некоторых местах планируется монтаж труб для отвода воды. Артемий Заварзин, Регион 29. Определен подрядчик по ремонту инфекционного отделения детской областной больницы. Контракт на выполнение работ заключат сегодня. И уже в конце мая ремонт должен начаться. Ранее губернатор Александр Цибульский поставил руководству регионального Минздрава задачу актуализировать сметную стоимость с учетом изменения цен на строительные материалы. Срок окончания работ до 30 сентября текущего года. Общая стоимость контракта без снижения, то есть был всего один участник, 83,7 миллиона рублей. В помещениях инфекционного отделения областной детской больницы заменят дверные и оконные блоки, отремонтируют стены наружные и внутренние, а также системы горячего водоснабжения. В Архангельской области открыта навигация. По традиции это происходит в середине мая. Сейчас специалисты Государственной инспекции по маломерным судам постоянно патрулируют акваторию Северной Двины. В одном из рейдов побывала наша съемочная группа. Май уже порадовала Архангелогородцев да и жителей всего региона первыми теплыми деньками. Несмотря на то, что еще только недавно на Северной Двине провожали ледоход, владельцы маломерных судов, катеров и моторных лодок на акватории реки уже рассекают воду. Поэтому сегодня к ним особое внимание со стороны инспекторов. Нарушители, конечно, есть, но с каждым годом количество их уменьшается. Все это связано, видимо, с повышениями штрафов, которые произошли два года назад. Штрафы сейчас серьезные, они исчисляются уже тысячами и десятками тысяч. Поэтому судовладельцы берегут свой бюджет и стараются не нарушать. По правилам судоводители должны иметь документы на управление, пройти техосмотр, а также соблюдать технику безопасности. За этим ежедневно следят сотрудники ГИМС, проверяя разные участки Северной Двины. На пути очередной катер. К его владельцу претензий нет. Конечно, все документы заранее готовятся. В любом случае. А так на лодке каждый день катаетесь? Нет, каждые выходные. Чтобы лето на воде запомнилось только радостными эмоциями и попутный ветер дул в паруса, нужно быть всего лишь внимательным к букве закона. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29. Житель Устьян, музыкант и исполнитель Павел Павлов недавно стал участником программы «Привет, Андрей». В своем районе он настоящая звезда. Теперь о нем знает вся страна. О творчестве и жизни певца из народа сюжет Алексея Макеева. В песнях Павла Павлова и «Любовь и устьянская жизнь». Артист родился в поселке с необычным названием Кочкурга. Музыкой увлекся буквально с пеленок. Отец у меня играл на гармошке. Да и братья играли, да и дяди играли. У нас там все играли на гармошках. Я вот тоже смотрел, как отец перебирает, как звучание идет, мелодии. И я тоже брал гармошку и играл. Уже в школьные годы Павел был любимцем публики. Вечерами, в свободное от учебы время, будущий артист пел частушки для жителей деревень. Музыка. И устьяночки солили на портяночки. А с улицей не дайте, зачем обманываете его? Традиция продолжается и по сей день. В деревне Щапинская Павел собирает за большим столом односельчан. И тут, как без песни. Паша как с гитарой, так сразу же и поет. Любую песню поет. Нам песня строить и жить помогает. И в деревне без песни жить нельзя. В свободное время, как и все в деревне, Павел занимается рассадой огородом, заготовкой дров и, конечно же, топит баню. Это вот венечки. Я очень люблю парить. Сам парится и люблю еще парить. Сын приезжает, и вот так. Тут начало, ну, это все правильно надо делать. По всем правилам, своими руками у артиста сделанный курятник. Каждое утро курочки обеспечивают семье вкусный завтрак. Ну, вот это мои голубушки. Сейчас вот я им тут уже положил зерна. Вот и пророщенные пшенички. Такой вот артист из народа. Павел Павлов. Душа деревни, труженик и крепкий семьянин. Алексей Макеев. Регион 29. Спортсмены региона вернулись со Всероссийского фестиваля по слэш-хоккею в Сочи. Напомним, в прошлом году на средство президентского гранта в Архангельске была создана команда по этому адаптивному виду спорта. И вот теперь они, наконец, сыграли первые официальные матчи. О результатах и перспективах развития слэш-хоккея расскажет Михаил Миншинин. Архангелы первый бой выстояли. После года тренировок команда региона по слэш-хоккею сыграла первые официальные матчи на Сочинском фестивале. Вратарь Дарина Каковина признается, выезд на игры еще больше заставил любить этот вид спорта. Можно сказать, я как бегу туда на тренировку, так как я всех увижу и как начну играть в этой форме всей. В слэш-хоккей Дарину привела мама Юлия. Говорит, дочь не только нашла новых друзей, но и стала более дисциплинирована. Мы пришли на первую тренировку, и я поняла, что это прям ее. Вот ей очень нравится, она так прямо, мне кажется, спит с этой мыслью. Мы постоянно смотрим какие-то матчи, мы засыпаем там с этими матчами. То есть это очень интересно. Интерес у всех игроков не угасает. Тем более есть результат. На фестивале слэш-хоккея в Сочи Архангелы заняли 10 место из 12 в своем дивизионе. Тренеры Андрей Кравцов и Андрей Цедилкин игрой подопечных остались довольны. Вся история адаптивного хоккея, это в первую очередь не про спорт, а про социализацию, адаптацию наших детей. И мероприятие просто очень масштабное. В Архангельской области фестиваль адаптивного хоккея, пусть в гораздо меньших масштабах, прошел уже дважды при поддержке грантового фонда Тимченко, на средства которого для команды закупили инвентарь. Семь игровых и две пары вратарских саней. Понятно, что этого уже недостаточно. На этом этапе мы сейчас рассматриваем вопрос и возможность приобретения еще определенного количества. Ну и уже сегодня на этой встрече мы договорились, что проводить фестиваль для слэдж-хоккейной лиги у нас в Архангельской области не один раз в год, а минимум два раза в год. Следующий фестиваль слэдж-хоккея спортивно-адаптивная школа планирует организовать в Северодвинске. А в перспективе после строительства ледовой арены фестиваль приедет и в Коряжку. Михаил Меньшанин, Александр Кузнецов, Регион 29. Итоги дня подведем, как обычно, в 19 часов ровно. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова